Добрый день, друзья! Тема нашего занятия – «Как выполнить Краунчасану». Краунчасана берет название от санскритского слова «краунча», что переводится как «цапля». Аналогичное название имеет горный пик, который в ведическом эпосе считается внуком Гималая. Одна из легенд, которая гласит, что он был поражен стрелами бога войны Картикея и шестым воплощением Вишны Парашурамой. Очень рекомендую вам к прочтению эпос, за какие такие грехи все-таки была поражена эта гора. Итак, выпрямленная нога своим видом напоминает голову и шею цапли, а также очень похожа на высокую гору. Именно поэтому, возможно, за этой асаной закрепилось такое название. Для эффективного выполнения устойчивых пост в положении сидя и наклонов нам необходимы раскрепощенные суставы и вытянутые и расслабленные мышцы ног. В этом видео я подготовила 5 асан, которые помогут эффективно вытянуть ноги и достигнуть равновесия. Хорошо? Давайте тогда приступим к нашей практике. Встаем в положение тадасаны. Стопы плотно прижаты к коврику, колени, ягодицы подтянуты. Опускаем плечи вниз, вытягиваемся макушкой вверх. Исходное положение тадасаны. Левая нога опорную, правую сгибаем в колени, подводим бедро к животу. Далее захватываем себя за голень, либо за большой палец правой ноги. И пробуем выпрямить правую ногу, вытянув ее вперед. Левую руку для удержания баланса отведите в сторону. Взгляд направляем вперед, вытягиваемся макушкой вверх. Опорная нога остается прямой. Если пока гибкости недостаточно, присгибайте ногу в колени. И пробуйте удерживать баланс, выпрямляя спину. Это положение называется утхита хаста падангуштхасана. Ровное глубокое дыхание. Хорошо. Плавно, постепенно отпускаем захват. Вставляем правую ногу впереди. Угол в правом колени 90 градусов. Левая нога. Стопа под 45. Упираемся правой рукой в ваше правое бедро. И сверху накрываем себя левой рукой. Взгляд направляем из-под левого плеча вверх. Выполняем паршваканасану. В этом положении мы стараемся таз опустить пониже. Сохраняя угол в правом колени 90 градусов. Вытягиваем весь левый бок. Прикройте по возможности глаза. И пройдите с вниманием от пятки до пальцев рук. Ровное глубокое дыхание. С каждым выдохом расслабляя таз. Мы его опускаем ближе к коврику. И чувствуем глубокое вытяжение мышц левого бедра. И раскрытие тазобедренного сустава. Хорошо. Плавно возвращаемся. Опускаем левое колено на коврик. Руки поднимаем вверх. Делаем глубокий вдох. И с выдохом уходим в наклон к прямой правой ноге. Угол в левой ноге 90 градусов. Положение ардха триканасана. Поза полутреугольника. Очень эффективно. Позволяет вытянуть заднюю поверхность ног. Расслабить мышцы спины, шеи. Находимся в этом положении. Плавно направляя живот к бедру. Вытягиваемся макушкой вперед. А копчиком слегка назад и вверх. Глубоко, свободно дышим. Далее присаживаемся в положении вирасаны. Для этого колени соединяем вместе. Разводим стопы в сторону. Таким образом, чтобы ваш таз, обе седалищные кости находились на коврике. Вытягиваемся макушкой вверх. И далее по возможности попробуйте выполнить субтовирасану. Опускаясь на предплечье, если не испытываете сильной боли в области колена, колени оставляйте сведенными вместе. Если есть какой-то дискомфорт, немного разведите ноги в стороны. И попробуйте в этом положении копчик направлять к коврику, поясницу к полу. Ровное глубокое дыхание. Задерживаемся в этом положении. И прочувствуйте вытяжение передней поверхности бедер, грудной клетки и живота. Хорошо, плавно возвращаемся. В положении стоя. Отстраиваем тадасану. Стопы, колени и ягодицы. Держим вместе. Вытягиваемся макушкой вверх. И выполним эту же серию на другую сторону. Правая нога опорная. Левую сгибаем в колени. Подтягиваем бедро к животу. Примите устойчивое положение на правой стопе. Она упирается в коврик. И колено правой ноги выпрямлено. Далее ваш вариант захвата. Возьмите себя за голень. Либо за большой палец левой ноги. И пробуем выпрямить ногу вперед. Сохраняем равновесие. Вытягиваем правую руку в сторону. Ровное глубокое дыхание. Наблюдаем за ощущениями. С каждым выдохом стремимся чуть больше выпрямить ногу в колени. Вытягиваясь макушкой вверх, спину оставляем прямой. Хорошо. Плавно опускаем левую ногу на коврик. Угол 90 градусов. Правая на стопа под 45. И упираемся левым предплечьем в левый бок. Сверху себя накрываем правой рукой. Взгляд направляем из-под правого плеча вверх. Паршваканасана. Вытяжение всего сейчас правого бока. Также раскрытие тазобедренного сустава и вытяжение внутренней поверхности правого бедра. Взгляд направляем вверх, либо прикрываем глаза. И полностью постарайтесь на выдохе расслабить мышцы ног. Направить внимание на тазобедренный сустав. И мысленно направлять его к коврику. Прочувствуйте, как вытягивается глубже правый бок, правое бедро. Кто идет немного далее, опускаем руку, левую кисть на коврик. И выходим в более глубокое положение. Не забывайте при этом, что у нас угол в левом колене 90 градусов. Хорошо. Плавно возвращаемся из этого положения. Ставим колено на коврик. Правой ноги. Вытягиваемся руками вверх. Выпрямляем левую ногу. И на выдохе уходим в наклон. Опускаем живот к левому бедру. Руки опускаются к коврику. Голова свисает. Шея полностью расслаблена. И мы с каждым выдохом стараемся как будто вытечь вдоль всей левой ноги. Прикройте глаза. Сделайте несколько циклов ровного глубокого дыхания. И прочувствуйте вытяжение. В области подколенного сухожилия. В области бедра. Хорошо. Ровно глубоко дышим. Артха триконасана. Позволяет эффективно вытянуть мышцы ног. И плавно их расслабить. Хорошо. Постепенно возвращаемся. Убираем левую ногу назад. И через крест ног присаживаемся на ягодицы. Выходим в положение, которое будет называться Убхая подангуштхасана. Оно позволит нам удерживать равновесие. И также одновременно вытягивать заднюю поверхность ног. Для этого обе седалищные кости на коврике приближаем бедра к животу. И захватываем себя либо за голени, либо за большие пальцы. Пробуем, удерживая баланс, выпрямить ноги перед собой. Если пока вариант с выпрямленными ногами недоступен, оставляем ноги присогнутыми. И стараемся выпрямиться спиной. Макушкой вытягиваемся вверх. Удерживаем это положение. Кто идет немного далее, выпрямляем ноги в коленях. И смотрим на пальцы ног. Удерживая баланс. Стремимся живот приблизить как можно ближе к вашим бедрам. Ровное, глубокое дыхание. Убхая пудангуштхасана. Здесь обратите, пожалуйста, внимание, что обе седалищные кости находятся на коврике. Да, вы держите баланс. И плавно возвращаемся из этого положения. Давайте выполним положение крончасаны. Для этого правую ногу укладываем в полувирасану. Стопа правой ноги около бедра. Захватываем себя либо за голень левой ноги, либо за стопу. И пробуем выпрямить ногу перед собой. Приближая живот как можно ближе к бедру, мы голову направляем к вашему колену. И у нас три прямых линии. Прямая линия ноги, спины и рук. Ровное, глубокое дыхание. Здесь также пройдитесь вниманием по вашему позвоночнику. Постарайтесь убрать поясничный прогиб. Спина остается выпрямленной, как в положении стоя. И обе седалищные кости находятся на коврике. Находимся в этом положении какое-то время. Ровно, глубоко дышим. И плавно выходим из этого положения. Укладываем теперь левую ногу в вирасану. Пятка левой ноги находится около бедра. Захватываем себя за голень правой ноги, либо за стопу. И пробуем также выпрямить ногу перед собой. Прямую ногу. Выйдем в крайнее положение, которое вам сейчас доступно. И продышите. Сделайте несколько циклов глубокого дыхания. Пройдитесь вниманием по своему телу. Отстроите его. Обе седалищные кости плотно прижаты к коврику. И вытягиваемся макушкой вверх. С каждым выдохом мы стараемся бедро приблизить как можно ближе к животу. Выпрямляя ногу в колени. Выпрямляем спину. Ровное глубокое дыхание. Находимся в этом положении. То время, которое позволяет ваша практика. И плавно возвращаемся из этого положения. Завершаем практику в позе Бадха Канасаны. Соединяем стопы. Подводим их как можно ближе к вашему тазу. Это позволит вам после вытяжения мышц. Более эффективно и качественно раскрыть тазобедренные суставы. Дорогие друзья, благодарю вас за совместную практику. Желаю вам осознанной жизни. Эффективных занятий. Для более эффективного освоения асан. Мы приглашаем вас на регулярные онлайн занятия на сайте Асана Онлайн. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова